А вы сможете дать отпор грабителю? Сергей Бурков более четверти века учит ведению боя и самозащите в экстренных ситуациях. Чтобы уметь хотя бы уйти нырком, уйти уклоном, уйти от захвата, правильно сорвать захват, желательно прийти и пройти хотя бы какой-то минимальный курс подготовки. Человек неподготовленный, естественно, это жертва потенциальная и абсолютно легкая. Вовремя сказанное слово «здравствуйте» способно замедлить действия преступника, а самые эффективные приемы не требуют лишних телодвижений. Касательное движение по глазам, которое немножко дает вам шанс, опять же, пусть на полторы секунды, две секунды, но они у вас есть, вы уходите от преследования. Разобщенные удары по телу в пах могут только разозлить противника. Решили оказать сопротивление? Действуйте уверенно. Вы выполняете движение по глазам жестко, напрягая при этом ногти и проходя мне по глазам. Срывая при этом захват. Еще раз. Раз. Захват. Раз. Несколько повторений, прием отработан. Да. Да. Средь бела дня жертвой грабителя может стать каждый. Сложная экономическая обстановка побуждает выходить на улицы в поисках легких денег. Профессионалы советуют не терять бдительность в любой ситуации. Выйти из нее помогут подручные предметы. Мы берем в руку, это превращается уже в оружие. Мы берем брелок, зажимаем, если он нам нужен. Мы зажимаем так, зажимаем в любом другом положении, в таком положении, как вам угодно. Это все работает. Есть определенные шпильки, которые можно прятать в одежде и так далее. Они даже создают определенные ребры жесткости. Ненастная погода, плацдарм для серийных маньяков. Узнаем, как защищаются одесситы от преступников. Если вдруг напал грабитель, какие были бы ваши первые действия? Честно, первые действия были бы убежать. Потому что в наше время очень сложно обороняться против ножа. При том, что большинство людей не обучено. Милицию буду вызывать, буду кричать. А что будете кричать? Спасите, грабят. Много денег в кармане не держишь. Это 100-200 гривен. Если он очень страстно хочет все карманы вывернуть, пожалуйста, я тебе дам эти 100 гривен. А что, должен стоять и ничего не делать? Бежать, драться и вызывать в полицию. Да. Вполне согласен. Если грабитель застал вас врасплох и вы не успели взять уроки самообороны, то лучше выполнить его требования. Ведь жизнь и здоровье важнее. Юлия Пробача и Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.